все отлично да ну мы сейчас начнем сейчас я открою вот этот файл чтобы в ассентуаре был и там немножко чтобы повторить сейчас страничку страничку я нашел мы в прошлый раз уже начали читать этот фрагмент до середины дочитали поскольку прошло две недели то мы быстро вспомним о чем шла речь у нас в самой мишне было сказано женщина приобретает с тремя путями с помощью денег с помощью документа и с помощью полового акта и спрашивает про деньги спрашивает что у нас с деньгами откуда собственно говоря мы учим что она приобретается деньгами мы говорили о том я не буду сейчас повторять да что собственно говоря действительно если мы на метафорическом уровне документ и половой акт легко можем понять то что такое деньги не очень понятно и вот собственно говоря гемара спрашивает возможно без относительно метафорического уровня просто спрашивает относительно того откуда мы знаем что приобретается деньгами деньгами бекесов бекесов миналам куда мы знаем про деньги и еще в эту а еще мы учили что отец удостаивается вот удостаивается и имеет право имеет право как бы свою дочь лекадыш то есть собственно говоря сам кедушин это отделение которое производит муж да то есть муж мэкадыш женщину то есть будущий муж он ее мэкадыш поэтому эта процедура называется кедушин и вот то утверждение которое мы здесь читаем это вопрос может ли можно прочесть его просто по-разному можно прочесть его так что речь идет о том что отец тоже может дочь свою как бы выдать замуж можно прочесть его и так что отец собственно говоря имеет право получить например деньги которые были потрачены только которые были с помощью которых осуществился этот самый кедушин это отделение отец может их получить ну и дальше действительно сказано а а а а а а а а а откуда мы знаем что вот если речь идет о деньгах то эти деньги принадлежат это а 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 Это мы учим из стиха, в котором сказано, что вот женщина выходит и у нее нет денег. Сейчас мы посмотрим этот контекст еще раз. Я специально сделал... Просто такой, чтобы мы не ездили все время и не смотрели. Я просто отборку этих цитат сделал, которые играют какую-то роль в этой нашей семье. То есть нас отсылают вот к этому стиху. Вы закрываете, Ури, вот ваша часть. Может быть, я двигаю чуть-чуть влево? Марк, какая часть? Нам все хорошо видно. Вам видно, да? Что-то я, значит, не знаю. У меня текст загорожен портретом Ури и Ирии. Но это вам настройка рада. Нет, вам просто нужно... Подождите, вам нужно пальцем на портрет Ури нажать и подвинуть в любой угол, который вам удобно. Это портрет у вас. Этот портрет, который там, где Ури сейчас, он двигается вашим пальцем. Вы можете нажать на него и двигать куда хотите. А, ну это я не в телефоне же, я же в компе, у меня пальцем... У вас для этого есть мышка, у вас для этого есть мышка. О, правильно. Вот спасибо большое. Бестолково, извините. Все получилось? Да, отлично. Ну вот. Значит, нас отсылает к вот этому контексту. Речь идет про главу, которая так называется, Мишпатим. Вот законы, которые ты предложишь. И речь здесь заходит, купишь раба еврея, он тебе 6 лет будет служить и так далее. А если кто продаст дочь свою в рабыню, то она не должна выйти, как выходят рабы. Этот стих сейчас, не он сейчас цитируется, он тоже будет цитироваться, но чуть позже. А дальше говорится то, что вот, значит, если эта дочь находится в качестве рабыни у ее господина, то этот господин, собственно говоря, берет ее в рабыню с тем, чтобы потом на ней жениться. Но если вот он на ней не женится и своему сыну тоже не собирается женить своего сына на ней, то тогда он должен ее отпустить. И пусть она уходит даром без денег. Вот, собственно говоря, сейчас нас отсылают именно к этому стиху. Написано даром без денег. И нам на этой основе говорится, что То есть у этого ее господина денег нет, а у другого ее господина деньги есть. Этот ее господин – это тот, кто, собственно говоря, является в данный момент ее господином, да, тот, кому она продана, она уходит от него. И никаких денег, собственно говоря, платить не должна, не должна возвращать, да. А нам говорят, что, но поскольку сказано даром без денег, это, с точки зрения мудрецов Талмуда, это на самом деле повторение, да, в таком смысле. Но сказали уже даром, значит, уже без денег. И поскольку есть это самое повторение, то, согласно основному, одному из основных принципов толкования, который называется ИТУР, мы заключаем, что недаром сказано два раза. И вот, поскольку сказано два раза, отсюда делается вывод такой, что у этого нет денег, а значит, у другого у кого-то деньги есть, а кто другой. У нас, собственно говоря, получается, что здесь дочь, она как бы ни при чем, вроде бы. И у нас получается, что сама сделка была осуществлена между отцом и вот этим человеком. И, значит, это отец был ее господином до определенного момента, потом передал ее вот этому человеку, у кого она служила. А тот ее, значит, у себя не оставил, отпустил. И поскольку он ее отпустил, он денег не имеет, а другой имеет. Кто это другой, это другой, это отец. Это то, каким образом вот из этого стиха мы делаем заключение о том, что отец получает как бы деньги за что? За то, что он свою дочь выдает замуж, то есть тот, кто на ней женится с помощью денег, передает деньги не ей, а передает деньги, получается, отцу. Ну, вот таким вот довольно сложным образом, да, мы, ну, не мы, а Калмут, то есть Рав, Иуда со слов Рава приходит к вот этому выводу. Ну, и дальше, естественно, задается вопрос, а почему же не она, да, то есть вроде речь идет о, ну, здесь все-таки три субъекта, да, отец, этот самый потенциальный муж и девушка, женщина-девушка. И поэтому Талмут спрашивает, вы эйма, леди, да, может быть, надо сказать, что эти деньги ей передаются? И на это отвечает Ахи Гашта, как это может быть? Ави амы кобыльки души, а дихти фэт бити на тати ли и шазы. Отец ее, собственно говоря, принимает вот эту самую процедуру кедушин. И нас отсылают к другому стиху, я его здесь не привел, да, это стих, где человек, взявший в родную девушку, наводит на нее, так сказать, умышленные нарекания, как это называется, говорит, что она была не девственницей, и начинается судебный процесс, и в этом судебном процессе отец говорит, вот эту дочь я дал этому человеку. Ну, значит, по сути дела, получается, все-таки отец передает эту девушку. Можно ли для тех, у кого нет текста, вернуть его? Вот я верну сейчас этот текст, но вопрос просто в том, какой текст лучше нам иметь перед глазами, тот, который сейчас, или это Алмут? Сейчас верну Талмут. Не, ну, эти же все ссылки мы и так можем открыть у себя, они-то в любом случае в доступе есть. Ну, да. Вот мы сейчас здесь находимся. Ну, и тогда получается, что вроде бы, если он отдает, то каким же образом она может взять деньги? Нет, отец является субъектом сделки, а не она. Ну, и дальше Талмут говорит, вы эйма ганы милы, здесь, вы эйма ганы милы, ктанад, и лейт лаят, ли кобыльки души, навальна арада, и лейт лаят, ли кобыльки души, так диши инавша, в эти школь каста. Ну, хорошо, это можно понять тогда, когда эта девушка еще не половозрелая, когда она маленькая, и тогда действительно она не может, собственно говоря, получить деньги от этого кедушина. Если она уже половозрелая, то тогда она должна получить вроде бы и все, ну, и нормально, она может себя как бы предложить и деньги получить. И на это нам приводится другой стих, в котором говорится Все-таки перенесу нас на минуту к самому стеку, хотя все могут открыть, но здесь важно следить за этим самым контекстом. Да, это другая книга, книга Бамикбар, где Моисей говорит об обетах, да, если кто даст обет, поклянется и так далее. И, собственно говоря, вот эти законы обета и зарока здесь излагаются. И, в частности, говорится следующее, я внизу читаю, да, 15 стих. Но если муж промолчит, это когда женщина дает этот обет до следующего дня, то этим он утвердил все обеты ее или все зароки ее, которые на ней утвердила, потому что он молчал. Ну, и нормально. Если же он расторгнет их после того, как услышал, то понесет вину ее. А вот устало, которое Господь затовел Моисея в отношениях между мужем и женой, между отцом и дочерью его в юности ее. Это вот это то, что сейчас цитируется между отцом и дочерью в юности ее. Юность ее – это как раз бенеурега. Вот то, что в Талмуде сказано бенеурега. Это как раз и есть ее юность. Так, опять я не тонну. Сейчас. Чик. 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 И из этого можно сделать вывод, поскольку сказано в юности. А юность – это наару. Здесь, наверное, нужно, я не помню, говорил это в прошлый раз или нет, нужно сказать, что в талмудической литературе вот эти периоды, что ли, разные периоды, так сказать, созревания девушки, они обозначаются следующим образом. Есть ктана. Ктана – это маленькая, то есть не половозрелая. Есть наара. Наара – это девушка, которая считается половозрелой. И она становится половозрелой. Я, по-моему, про это говорил, да, что либо достигая 12 лет, либо тогда, когда у нее появляется волосяной покров на лобке. Так же и у мальчика. У мальчика 13 лет, и тоже волосяной покров. Волосяной покров свидетельствует о половом созревании. И есть богерет. Богерет – это уже как бы взрослая. Удивительным образом, это богерет считается 12,5 лет. То есть после 12,5 лет это уже, в общем, взрослая девушка. И в таком случае получается, что вот этот самый наарут, то есть юность, то есть то, что обозначается словом юность, ну, в обычном случае, в регулярном, да, если волосяной покров не появляется раньше времени, а появляется именно в 12 лет, получается, что юность у девушки длится полгода. С 12 до 12,5 лет. В 12,5 лет она уже как бы взрослая. Ну, и с этим связан целый ряд странных, на первый взгляд, законов. Ну, например, вот мы сейчас прочитали, что вот эту отсылку к стиху, где муж говорит о том, что я не нашел как бы признаков девственности, это не девушка и так далее, и так далее. И тогда, значит, получается как бы судебный процесс относительно вот всего этого дела. Так вот, в Талмуде говорится о том, что такого рода утверждения человек может сделать только в том случае, если он взял эту девушку как раз вот в этот период, период наарута, период ее юности. То есть если 12,5 лет ей, то он уже такого рода утверждения сделать не может. Ну, есть спор, на самом деле, в Талмуде по поводу того, может он или не может сделать такого рода утверждения, но тем не менее, вот это такие как бы, что ли, вехи созревания девушки. Ну, и нам здесь говорят о том, что все понятно, что если она еще ктана, то есть если она не половозрелая, то есть не достигшая 12 лет или не имеющая признаков половозрелости, тогда она, собственно говоря, понятно, что она принадлежит отцу, и отец как бы решает все дела. А вот если она достигла юности, то есть половозрелости, да, то может быть она может быть самостоятельной. Ну, и на это нам привели вот этот стих, где как раз говорится о том, что вот это слово наарут, да, здесь переводчик решил не употреблять слово юность, говорит, когда она в возрасте наары в доме отца своего. Ну, да, то есть когда она вот в этом, вот в этот самый период, поэтому, собственно, переводчик решил как юность не переводить, иначе у нас возникнут какие-то не совсем адекватные ассоциации. Но поскольку говорится, что она и вот в этот период тоже в доме отца своего, то, значит, все, что ей принадлежит, здесь перевели это как вся прибыль, которую она может получить, принадлежит ее отцу, несмотря на то, что она уже половозрела. Ну, и отсюда получается, собственно говоря, все это про что? Про то, что пока, да, мы пока, собственно, остаемся с тезисом относительно того, что отец получает деньги, которые будущий муж передает, осуществляя вот этот самый ритуал отделения этой самой женщины для себя. Веэла гады амаравуна амараф миннаэнши маасы габатли аф. И дальше нам говорится, откуда мы знаем, что все, что делает дочь, принадлежит отцу. Шинэймару, химпор, ишитбито, ляма. И нас снова отсылают вот к этому самому контексту. Сейчас на минутку опять перенесемся. Видите, если кто продаст дочь свою в рабыне, то не должна она выйти, как выходят рабы и так далее. То есть нас снова возвращает к тому же самому контексту, да, с которого, собственно говоря, и начинали. Да, это то, что я хотел, собственно, подчеркнуть, что у нас два стиха, которые играют здесь важную роль, да, они взяты вот из этого контекста. И сейчас нам говорят, что отсюда мы знаем, что все, что делает дочь, принадлежит ее сыну. Ну, хорошо, теперь дальше. Мы, собственно говоря, вот до этого момента мы точно прочитали. Сейчас мы, собственно говоря, как раз двинемся дальше. Ну, и вот из этого контекста, откуда я знаю, потому что кто продаст рабыню, сколько там говорится. Да, конечно. Ну, вот, собственно, я думал об этом выводе. Значит, даром и без денег, да, на БКС. Собственно, до этого все время речь шла о выкупе раба, да, то есть в каких условиях он может выйти. Когда говорится даром и без денег, это можно понимать, что не отработать она, не должна свое освобождение, и денег не нужно платить за ее освобождение. То есть тогда нет, тогда понятно, почему упоминаются и деньги, и даром. Да, вот такого нет варианта, не рассматривается. Нет, не рассматривается. Ну, странно. Можно мне вопрос еще тоже задать? А вот скажите, пожалуйста, Ури, как вы думаете, как это соотносится, ну, это замечательно, что такое подробное обсуждение 12-летней девочки, вот как современному человеку относиться к этому изуверству? А где здесь пока нет изуверства? Ну, продал, папа продает девочку в 12,5 лет, она пололозрела… Нет, не в 12,5, 12,5 уже не может она, в 12,5 она как раз бугерет, бугерет уже взрослый. Нет, ну, неважно, да, отдает, да. Вот. То есть, по сути дела, обсуждается эта возможность и так далее. То есть у нее уже начались менструации, значит, вперед. Нет, не вперед, как раз назад. Нет, Марк, еще раз. Значит, я что-то не понял. Да, ситуация такая, ну, мы должны какую-то сделать скидку на то, что речь идет о древнем мире. Вот древний мир, вот у нас ситуация какая. У нас ситуация такая, что, предположим, в одной семье довольно много девочек. А, в общем, работники – это мальчики. И семья, они очень богатые. И отец решает, договорившись со своим соседом, который ему кажется достойным человеком, что его дочка будет в его доме жить какое-то время, пока дочка еще не половозрелая. Она еще маленькая. Она еще катана, то есть недостигшая половозрелости. И он ее заранее как бы отдает в жены в каком смысле. То есть он говорит, вот ты теперь за нее будешь нести ответственность, или ты, или твой сын, или не жениться, и так далее. То есть он как в каком смысле пристраивает свою дочку в хорошие руки. Но, правда, с каким-то заработком определенным. То есть за это ему этот человек дает какие-то деньги на тот срок, когда она будет в их доме работать. То есть она, собственно, в своем доме точно так же работает. То есть она тоже помогает по хозяйству и так далее. Но он говорит, она тебе будет помогать по хозяйству. Ты мне дай, у меня мало мальчиков, сплошные девочки. Тот ему дает какие-то деньги. И эта девочка работает у него. Ситуация такая, что когда он дал эти деньги, предположим, он рассчитывал на определенный срок ее работы. А у нее случилось так, что она стала полувозрелой чуть раньше. И тогда получается, что этот самый отец должен вернуть часть денег этому парню, кому он передавал свою дочь. Здесь как раз нам говорится о том, что если этот человек отказывается взять ее в жены или выдать за своего сына, то тогда он должен просто ее отпустить и никакого возмещения он не получает. Теперь то, что у нас в самом стихе говорится, вот это двойное, даром она выходит и нет денег, а талмуд переносит удивительным образом на совершенно другую ситуацию. На какую ситуацию? На ситуацию, когда отец, и она вообще другая, то есть она не связана, уже все забыли про то, что он в рабыне, не в рабыне, он просто свою дочь выдает замуж. Уже нет никакой рабыни. Он выдает свою дочь замуж и получает деньги. Какие деньги? Когда он выдает замуж, то будущий муж должен сказать, вот как бы это деньги, которые будут тем, что определяет ее статус теперь. Потому что для того, чтобы она стала его женой, нужно либо документ, либо деньги, либо половой акт. Если это происходит с помощью денег, то эти деньги идут отцу. И это уже не связано совершенно с той ситуацией, когда она была рабыней. То есть из этого стиха Талмуд учит про то, что у отца есть деньги, совершенно в другой ситуации. Не в той ситуации, которая описывается в этом самом стихе. Это заодно, Эмиль, это заодно ответ на ваш вопрос. То есть Талмуд переносит это на совершенно другую ситуацию. Говорит, что с этой ситуацией так все ясно. Она выходит, и никто никому ничего не должен. Все так можно было сказать, даром. А когда говорится нет денег, то на самом деле это намекает вообще на другую ситуацию. Что отец ее должен иметь деньги тогда, когда он ее не в рабыне продает, а тогда, когда он ее отдает замуж. Прояснили? Да, прояснили. Теперь по поводу того, насколько это как бы нас должно коробить. Ну, в принципе, конечно, да, рабство, он что с этим поделает. То есть рабы у нас присутствуют в библейском тексте. И как бы с этим ничего не поделаешь. Есть какие-то гуманистические моменты как раз в Писании. Да, относительно того, что это рабство не может быть вечным. Шесть лет вот как раз, да, не больше. На седьмой год выходит и так далее. Ну, и здесь, собственно говоря, то, что мы читаем в Талмуде, если на это посмотреть как бы не с точки зрения, собственно, содержания Талмуда, да, с точки зрения каких-то социальных отношений, то мы легко увидим, что Талмуд в каком-то смысле делает ситуацию более приемлемой с нашей коммунистической точки зрения. То есть в Писании это все жестче, а в талмудической литературе это все мягче. Именно в силу того, что ведь Писание само не сказала нам, сколько этой девушки, правда? Писание говорит про юность, а сколько юность. Когда мудрецы Талмуда говорят о том, что юность это только полгода, то они тем самым уменьшают возможность торговли, условно, да, этой самой девушкой до полугода. Это не то, что там девушке 25 лет, отец ее отдает в рабство и так далее. Талмуд говорит, нет, 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 у нас есть вот такой маленький промежуточек, когда это все может быть. И само Писание, в общем, можно прочитать, конечно, иначе. То есть слово «нарут» и «наара» – это юность, юность, девушка, наар. Сколько лет в самом Писании не сказано. И такого рода тенденция, тенденция к своего рода гуманизации законов Писания, она действительно в талмудической литературе очень явно присутствует. То есть многие законы, которые выглядят достаточно жестким, в Талмуде превращаются в гораздо более мягкие. Ну, я не знаю, напомню, вы наверняка многие из вас знают, там законы, предположим, у нас многое из законов, где говорится о том, что «мот юма», да, смертью умрет. То есть нарушивший то-то и нарушивший сё-то. И талмуд делает такого рода, так сказать, приговор практически невозможным. А именно, имеется в виду то, что человек может быть наказан за какое-то действие, которое является, так сказать, требующим смертной казни, только в том случае, если два свидетеля его предупредили, «Смотри, вот ты сейчас это делаешь, ты уверен, что это надо делать?» Мы свидетели, которые потом могут что-то про тебя сказать. Я говорю, да, 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 я уверен, что я хочу это делать. И вот только в таком сложноорганизованном случае можно будет его потом смертной казни наказать. А если нет, если его не предупреждали, то считается, что он по ошибке совершил это действие. Ну, это общие слова, да, про то, что сам, как бы, закон талмудический, он очень во многом смягчает законописания. Что такое нюанс? Можно спросить. Значит, когда отец отдает дочку, у нее нет никакого, значит, договора или, может быть, устный или вообще, то есть какой-то, который обязывает этого человека, куда приходит эта девочка, что он на ней женится, да, то есть это, он предполагает это просто, что есть такое возможности. Да, он просто предполагает, да. Да, значит, получается, что отец выигрывает на том, что его девочка созрела раньше, вот, и он получил деньги, как бы, за больший срок, а теперь он не обязан надавать эти деньги. Вот, нет ли тут какой-то несправедливости в этом, в таком, значит, решении? То есть почему он должен зарабатывать? Мне кажется, никакой нет, никакой несправедливости, да, то есть это, все же знают, что такое. Но он дал больше денег, чем нужно. Допустим, она должна была, вы, значит, еще год проработаете, она созрела в 11 лет, получается, год, который заплатил, значит, ему этот человек, он ему эти деньги уже не возвращает. Да, да, то есть этот человек, который берет в дом... Он должен быть наказан, если не было никого договора, что он на ней женится, то есть он свободный человек, она свободный человек, и никаких ничтых не связывает. Ну, да, да, ну, я не знаю, мы можем считать, что это не совсем справедливо и так далее, но здесь это как бы риски, да, то есть ты берешь девочку в дом, имей в виду, что может быть такое. Это, собственно говоря, тоже писание говорит. Ну, в этом смысле, да, может быть, да, назидание. Ну, то есть ты как бы можешь договориться, если есть договор, если есть письменные какие-то обязательства по видео, то это уже мы додумываем, мы сейчас уже размышляем, как мудрец и таланты. Ну, да. То есть писание просто нам приводит вот такой закон, и все, а что это, значит, непонятно. Вот мудрец и таланты. Его не за что наказывать, собственно говоря. То есть он, в конце концов, он делает доброе дело в таком положении. То есть он не просто берет девочку в работу, он помогает тому человеку, который ее дает. Он ему, значит, платит деньги и берет ту девочку. Ну, как бы помогает в данный момент ее отцу. Ну, да. А с другой стороны... Ну, и девочка ему тоже помогает, а она раз и созрела. Ну, хорошо. Ладно. Еще, конечно, хочется спросить. А вот с точки зрения вашего вчера, каким образом это вот с такими эпизодами может быть страктовано? Ну, как бы способ мышления Талмуда. Вот такой эпизод может в этом направлении играть? Марк, я не уверен, что все понимают вопрос. Не все же присутствовали при каком-то позавчерашнем разговоре, поэтому это нас уведет. Ну, хорошо. Значит, пока мы разобрали. То есть нам приводят несколько стихов, которые как бы объясняют вот это взаимодействие. И в этом взаимодействии мы видим, что девушка, даже если она находится в возрасте старше 12 лет, то есть, которая называется юностью, наорут, тем не менее, отец получает деньги, которые играют роль в заключении брачного договора. Давайте последний нюанс, чтобы я не задерживал никого. Значит, если девочка созреет, ну вот они договорились, 12 лет, значит, она до 12 лет будет работать, и он за это получил деньги, а она не созревает ни в 12, ни в 13. То есть она, задерживается у нее созревание. Она продолжает у него работать или потребуются деньги еще за этот год? Я затрудняюсь сказать. Не знаю, здесь на самом деле есть, собственно говоря, такая категория, я не упоминал ее сейчас, она у нас появится. Есть категория, которая называется аилонид. Аилонид – это как раз вот такой случай. То есть случай, видимо, то ли отсутствие полового созревания, то ли отсутствие возможности забеременеть. Не очень понятно, правда, как ее проверяли, может она забеременеть или нет. Но есть такая категория, которая называется аилонид. То есть она, условно говоря, она не годится для брака. И про нее есть отдельные, как бы я сейчас не могу сказать, что будет именно с этой девушкой, такой аилонид. Но про это тоже есть отдельные разговоры мудрецов-талмуда, что делать. Мне кажется, это риски как в сторону отца, так и в сторону покупателя. Вот то, что сейчас было сказано. А у меня только вопрос. Вот эта сумма, которую платит покупатель, она договорная? То есть, допустим, вот этот отец продал там за стокот, а другой там за стокот? Или все должны примерно одинаково? Нет, у нас про это ничего не написано. Правда, да. Наверное, договорная. Наверное, не хорошо договорить. Или вот эта сумма, которая собирается, чтобы выдать… А про эту сумму мы как раз читали, да, что она должна быть не меньше пруты. То есть, есть определение минимума. Нет определения максимума. Не все высохло, Анташ? Спасибо. Да, кто-то не выключил звук. Ну, хорошо. Вроде бы мы пока у нас твердая почва под ногами. Да, мы вроде бы как более-менее все понимаем, что происходит. Теперь, значит, дальше. Дальше Томов говорит следующее. Тейпукле бинеуреа бейтавиа. То есть, Томов говорит следующее, что почему бы нам не вывести вот этот самый закон о том, что все принадлежит отцу, все, что делает девушка, включая, например, те деньги, которые передает ей человек, собирающийся на ней жениться, что они принадлежат отцу. Давайте нам, говорит Талмуд, выведем это из вот этого стиха. Вот из этого стиха. Между дочерью и отцом в юности ее. Таня, у меня урок, я перезвоню вам, хорошо? То есть, не из этих стихов, которые были в контексте рабы и так далее, а вот из этого стиха. Поскольку здесь как раз подчеркнута юность, вот это слово народ здесь есть. Говорят, давайте вот отсюда, собственно говоря, это и выведем. И на это нам Талмуд говорит следующее. На это нам Талмуд говорит. Вот этот стих, в котором говорится, что она в возрасте наары, то есть в юности своей, в доме отца своего, это сказано про что? Про снятие обета. Отец может снять обет, муж сможет снять обет. Если женщина за рог какой-то пытается дать, то и муж, и отец имеют право это дело прекратить. То есть, не разрешить, так сказать, совершить этот самый обет. И для девушки это как раз в юности ее. И поэтому из этого стиха теперь нам говорит Талмуд, да, я не могу учить. Нам говорят, ну хорошо, ну хорошо, не важно, это все равно определенного рода власть. То есть, что такое не дать совершить обет. Это означает, что отец или муж для своей жены обладает какой-то властью. Если она обладает какой-то властью, то, по-видимому, эта власть, она же является и властью имущественной. И почему бы не выучить из вот этого закона, закона о обетах, то, что связано с законом о денежных каких-то, имущественных каких-то вопросах. То есть, коль скоро он имеет право ей запретить дать обет, то, наверное, он может и иметь право на то, что, собственно говоря, она заработала. То есть, то, что она заработала, принадлежит ему. Ну, на это Талмуд говорит. Галмуд говорит глобальную вещь, которая говорит о том, что из запретов мы не можем учить ничего про имущественные вопросы. То есть, по сути дела, эти две области, да, область запретов и связанных с ним, возможно, регламентации, да, отношения между людьми, кто кому там что может запрещать или нет. То есть, по сути дела, власть, которая связана с запретом и разрешением, это не то же самое, что имущественные отношения. И имущественные отношения и отношения запретов и разрешений – это просто две разные области. И я не могу из одной делать какой бы то ни было вывод относительно другой. Это очень важное, да, утверждение, такое глобальное, фундаментальное, можно сказать, да, которое, по сути дела, ну, в каком-то смысле, переводя на современный язык, говорит о том, что административная власть, да, и финансовые отношения – это просто совершенно разные вещи, да, их нужно развести одно с другим не должно быть связано. Ну, дальше Талму говорит «Вихи Тейман Эйлов Микнасов». Может быть, тогда давайте выучим из штрафа. Какого штрафа? Имеется в виду, что если юноша соблазняет девушку, и опять же там описание такое, что если юноша соблазняет девушку, незамужнюю, имеется в виду, незамужнюю и необрученную, то тогда она должна стать его женой, и он там не должен, не может с ней развестись и так далее. И, в принципе, девушка может отказаться. Вот если девушка отказывается, то тогда он платит штраф. И этот штраф он платит кому? Он платит этот штраф отцу. И теперь Талму говорит, что, может быть, вот из этого штрафа, поскольку штраф платится отцу, то, может быть, мы можем отсюда сказать, что и вообще все, что девушка зарабатывает, оно, собственно, принадлежит отцу. И здесь Талму тоже говорит, что вот из этого самого штрафа Мамона Микнаса Лой Алфином, то есть мы и эти две вещи мы должны развести. Сейчас, где это? Да, вот здесь. Вот мы сейчас вот этот кусочек читаем. Ну, и еще одна попытка. А может быть, тогда выучим из того, что этот человек должен заплатить за позор и за ущерб какой-то. Ну, здесь нам говорят, что здесь совсем другое дело, потому что, собственно говоря, позор и некий ущерб моральный, да, он, на самом деле, относится не только к девушке, но и к отцу. И поэтому, если, значит, этот человек платит деньги за, по этим статьям, да, то есть он не просто штраф платит за то, что соблазнил девушку, но еще и за нанесение морального ущерба. И вот это за нанесение морального ущерба принадлежит тоже отцу. И мы могли бы сказать, а, тогда стало быть, отцу вообще все принадлежит. Нам говорят, нет, в данном случае это не годится, потому что моральный ущерб понес и отец тоже, не только девушка, но и отец. И поэтому отсюда уж точно нельзя это, то есть помимо того, что нам разводят, значит, штрафные санкции, да, или отношения такого запрета и разрешения между людьми и финансовые в разные стороны, нам еще и говорят о том, что в таком вот случае, в случае, когда что-то случается с девушкой, то на самом деле неприятно, то эта неприятность, она является неприятностью отца в том числе. И в итоге Талмуд говорит, что, ну, в общем, действительно, если уж учить про деньги, то учить вот из того самого стиха, с которого мы начинали. То есть попытка выучить это из других стихов, да, ни к чему не привела, и нас возвращают вот в этот самый контекст, да, где она уходит даром без денег. И отсюда мы учим, да, что отец имеет право на получение тех денег, которые платятся за брачный контракт, так сказать. Ну, хорошо, возможно, мы даже до сих пор дочитали, я сейчас не помню, но, может быть, мы как раз в прошлый раз дочитали именно до этого месяца. Теперь Талмуд говорит нам следующее, но на самом деле не похож один выход на другой выход. Талмуд говорит, что нам говорят, нет, то, что Талмуд пытался, сейчас, значит, вот мы здесь, да, это мы прочитали, и теперь перешли вот сюда. Вот здесь теперь нам говорят, Гемара находит трудность в таком объяснении, да, действительно, Гемара говорит, что на самом деле, если я учу из того стиха, сложную делаю комбинацию, да, этот человек денег не имеет, который взял девушку как бы в рабыни, да, обслуживает его дом и не взял ее в жены. Отсюда мы делаем вывод, что отец таки получает деньги, но нам говорят о том, что на самом деле это, вообще-то говоря, разные выходы, то есть там девушка выходит совсем, этого своего господина, если он решил не жениться, и сына своего тоже решил не женить на ней, она уходит, и все. А то, что происходит с ее выходом из дома отца, это не то же самое, говорит Наталу. Почему не то же самое? Аката и Мехасра и Сиралихупа. Потому что еще нет ее передачи в Хупу, то есть нет ее передачи под свадебный балдахин. То есть она находится еще, и это опять же один из как бы законов в талмудической литературе разработанных, мы не видим особо в писании такого рода различия, но в талмуде мы видим, что ситуация, в принципе, такая регулярная ситуация свадьбы или вообще замужества, она такова, что происходит некий обряд, который называется ирусин, то есть это помолвка. Собственно говоря, помолвка, возможно, как раз и есть, включает в себя передачу вот этих самых денег. И дальше девушка находится еще год в доме отца, типа готовится к свадьбе, а потом, собственно говоря, совершается свадьба. Хупа, свадебный балдахин и так далее. Но даже если положить, там есть в этом отношении споры, то есть деньги передаются уже тогда, когда она помолвлена, или есть еще стадия, которая называется кедушин, которая предшествует Хупе, то есть вот теперь уже все, она уже действительно его жена, но все-таки еще она находится в доме отца, некоторое небольшое уже количество времени, которое между домом отца и, собственно говоря, вот этим свадебным балдахином. Под свадебным балдахин ее ведут родители, отец и мать, и поэтому получается, что она, несмотря на то, что предположим, вот этот самый кедушин осуществляется незадолго до Хупы и не связан с Ирусином, Ирусин и Папамовка, все равно есть вот этот самый промежуток, когда Хупа еще под свадебным балдахином они еще не стояли. И на это нам отвечают, что если речь идет про, например, отмену обета, то в этом смысле она уже выходит из владений своего отца. И что получается? Получается, нам только что сказали, что есть денежные отношения, есть вот эти отношения запрета и разрешения, и получается, что если вот эти деньги уже переданы, переданы отцу, то она уже не находится в, так сказать, во владении отца в определенном смысле. В каком определенном смысле? Она с какой-то стороны во владении отца, а с другой стороны, например, отмену обетов он уже не может осуществить. То есть его, так сказать, власть над дочерью определенным образом оказывается ограниченной. Но все равно, можно было бы сказать, все равно это не похоже на выход из дома рабовладельца, потому что там она уходит совершенно, а здесь она все-таки выходит все равно несовершенно, еще нет вот этой передачи. Купен нам говорит, ну, по крайней мере, то, что касается вот этих обетов, она точно выходит из владения своего отца. Потому что мы учили, и учили мы Барайту, да, в трактате Надарим, которая говорит, что вот эта самая девушка, которая называется Наара, как я уже сказал в талмудической литературе, это девушка между 12 и 12 с половиной, или между половым созреванием и 12 с половиной, и про нее говорится, что если она помолвлена, то и отец, и сын, и муж, он почему-то называется мужем, хотя она только помолвлена, да, они могут вот эти ее обеты снять. То есть она на самом деле, оказывается, все-таки находится под властью отца, но не полностью, да, то есть ее муж тоже может снять, и муж, будущий муж может снять обет, так же, как и отец. И дальше Талму говорит, ну и, возможно, тогда, собственно, вот эти слова, что она выходит даром, может быть, они для этого нужны? Что они нас учат? Чему они учат-то нас, да, эти слова? И нам говорят, что, ну да, это нужно нам, эти слова нужны нам для того, что мы учили в барайте, какой барайте, и приводится нам барайте. Это барайте другая, да? У нас была барайте, вспомним ее. Я возвращаюсь чуть назад. Там говорила, что то есть эта фраза понималась так, что для этого господина денег нет, а вот для другого господина деньги есть, и кто этот господин, это отец. А теперь нам говорят, что, собственно говоря, вот эта фраза, и вышла она даром, нам может понадобиться и в другой барайте. В какой барайте? В барайте, который говорит, что даром она выходит, это имеется в виду время ее взрослости, багрут, а без денег это имеется в виду время ее юности. То есть теперь вот этот второй вариант, второй вариант прочтения излишенства языка Талмуда связывается с тем, что, возможно, речь идет просто про разные возрастные категории ее. То есть она выходит даром, имеется в виду, что если она достигла 12,5 лет, она выходит даром. Ну, даром она выходит, собственно говоря, если они договаривались, она так и должна выйти. То есть никто никому уже ничего не должен. А вот без денег имеется в виду промежуток между половой зрелостью и 12,5 лет. На это говорит раввина. Ама раввина. А мы сейчас вот здесь кто следит. Ама раввина. Раввина отвергает как бы вот такое прочтение, прочтение, которое связывает с разными периодами ее. говорит, нет, не может быть такого. Потому что если бы так, то тогда на самом деле нам бы написали слово Эйн, нет, без буквы Ют. А поскольку написано с буквой Ют, то это лишняя буква Ют как раз рассказывает нам вот эту историю. про то, что отец имеет деньги тогда, когда она дает дочку замуж, они принадлежат ему. То есть если бы было написано без буквы Ют, то, говорит, тогда раввина. Тогда действительно мы могли бы сказать, что одно дело, когда она взрослая, другое дело, когда она еще находится в этой стадии юношества. Но если так, то тогда надо было бы писать слово Эйн без буквы Ют. А буква Ют свидетельствует как раз о том, что еще есть дополнительное толкование. Это дополнительное толкование связывает нас, снова возвращает нас к тому, с чего мы, собственно говоря, и начинали. Здесь надо заметить, что вообще-то, говоря, слово Эйн всегда пишется с буквой Ют. И без буквы Ют оно даже не очень как бы понятно. Хотя, возможно, можно найти в Писании, я не искал, но вообще-то, говоря, слово Эйн всегда пишется с буквой Ют. Но с чего мы взяли вообще, что это лишняя буква в данном случае, сейчас нам объясняют. Почему мы так толкуем? Есть другая Бара, это нам говорят, с чего вдруг вы взяли, что вообще-то, говоря, эту самую букву Ют нужно толковать. Нам говорят, ну, как, с чего взяли. Вот есть Барайта, есть Барайта, в которой говорится, что вот, ну, откуда учим, что буква Ют в слове нет лишних. Вот сейчас мы здесь. И вот нам приводят Барайту. Барайта, вот, у нее нет семени, нет детей. Эта Барайта, она говорит о женщине, которая вышла замуж, женщина из семьи Каэнов. И вот она вышла замуж, ее муж умер, предположим, да, и у нее нет детей. Она возвращается в дом своего отца. Возникает вопрос, должна ли она есть приношение, которое приносит Каэн, Трума. То есть, может быть, поскольку она уже вышла замуж и была замужем за нее. Если она была замужем за Каэнов, тогда нет, конечно, вопросов. А если она была замужем не за Каэнов, то она вроде бы как уже вышла за пределы Кааната, так сказать, да, то есть за пределы семьи Каэнов. И поэтому, в общем, она больше не может пользоваться привилегиями семьи Каэнов и есть эту самую Труму. Но если у нее не было детей, то тогда, в общем, тогда она как бы возвращается полноценным образом в семью Каэнов и может есть Труму. Так вот, Барайта, которая толкует этот самый стих, говорит следующее, что написано «Зера Эйнла». У него нет семени, то есть потомства. и спрашивает, ну, хорошо, потомства у нее нет в каком смысле, да, ее потомства нет. А может быть, потомство, ее потомство есть в таком случае, что? Что за ситуация? Это ситуация, когда, предположим, она родила, ее сын или дочь умерли, а внук нормально, то есть внук остался жив. Это Зера Зара, то есть это семя ее семьи. И Труму спрашивает, вот, предположим, нет, значит, у нее потомства, в смысле, нет, среди живых нет ее детей, но зато есть внуки, она может вернуться и есть эти самые приношения. И здесь нам предлагают удивительный, но для Талмуда часто встречающийся прием, когда вот это слово Эйн, это буква Алиф и Айн, они говорят, что Талмуд играет с ними. И если я заменю букву Алиф на букву Айн, то у меня получится Айн. Айн, это всмотрись в нее, проверь, нет ли у нее любого потомства, пусть даже внуков. Вот весь наш сам переводчик нам пишет буквы Айн, и Алиф часто заменяет друг друга при толковании стихов. Действительно, то есть вот это, поскольку написано слово с буквой Ют, я могу превратить это слово Эйн в слово Айен и всмотреться, так сказать, тщательно в эту женщину, у которой возможно есть внуки. нам говорят, ну, на самом деле вывод про внуков, собственно говоря, не нужно было для этого буквы Ют. Почему? Потому что у нас есть высказывание, которое говорит о том, что сыновья сыновей, они как сыновья, то есть если у тебя внук, то он все равно называется сыном. И Танья Гуфы Миналей Дедаришахи Амар Ахтиф Мээн Билам Умээн Евэвми Дэло Ахтиф Бэг Ют Вэгах Ахтиф Бэйют Шмам Минал И Драша Гуды Ата И как же мы вообще это все толкуем, да, то есть получается, что Талмуд говорит, а что такое вот это самое негодное семя? Негодное семя – это семя, которая от запрещенных связей, например, это негодное семя. И получается, что значит, если у нее есть какой-то так сказать незаконно рожденный, то она не может вернуться, в смысле не может есть труму в дом отца, она, конечно, может вернуться, но есть труму она не может. А откуда мы все это все-таки, учим и так далее, почему мы нам же не объяснили пока, нам просто объяснили, что действительно слово «эйн» иногда толкуется как «аен» из-за буквы «юд». но демонстрация того, что слово «эйн» пишется без «юд» нам пока не привели. И вот нам здесь как раз переводчик говорит, гемора приводит доказательства, что иногда это слово пишут без буквы «юд». И что же это за доказательство? Доказательство удивительное. «Отказался белам идти с нами». То есть слово «мээн», «лэмаэн». «Лэмаэн» это отказываться, но «лэмаэн» это совершенно другое слово, это не слово «эйн». Конечно, можно попытаться сказать, что на самом деле слова «эйн» нет и отказываться, то есть говорить «нет», они в каком смысле однокоренные, поэтому «лэмаэн» это не что иное, как глагол, который образован в том числе из того же корня, что и слово «эйн». Но оба примера, один пример это «отказался белам», наш пророк, равный по уровню Моисею, но принадлежащий не еврейскому народу, а другой это «ябам». Помните левератный брак? Вот мы вернулись к левератному браку. Значит, если вот этот человек, который должен взять в жены ту, которая осталась без семени после смерти его брата, он отказывается, и когда он отказывается, что происходит? С него снимают башмак. Там такой контекст. И вот нам приводят два вот этих отказа, отказ белама и отказ вот этого самого человека заключить левератный брак, как доказательство того, что слова «нет» может писаться без буквы «юд». И тогда буква «юд» в слове «нет» является лишней, и эту лишнюю букву «юд» я толкую как? Я толкую, возвращаясь к нашему самому началу, я толкую так, что деньги за накидушин, то есть свадебный договор, принадлежат отцу. А в барайте про значит, вот эту женщину, которая возвращается и может есть труму, нужно тщательно ее, там буква «юд» является той, что превращает слово «эйн» в слово «аен», и это говорит о том, что я должен тщательно исследовать все ее потомство. Если у нее есть незаконнорожденные, то она не возвращается в дом отца своего, в смысле, она возвращается в дом отца своего, но не ест труму. Вот такой вопрос. Лимаэн – это не от лимноа, или вы считаете, что это тоже самый корень? Лимноа – Нет, нет, лимноа – это вообще другой корень, там айн, лимноа. Ну, а лимаэн – тоже с айном? Нет, лимаэн – это с алиф. Лимаэн отказывается, лимаэн – это с алиф. С алиф. Да, вот они примеры эти, у маэн и в ми, маэн бил ам. Да, согласен. Хорошо, у нас, естественно, голова кругом, правда же? Ну, что они нас мучают-то? Что, собственно говоря, в общем, ну, не так, так и эдак, то есть, ну, хорошо, ну, неужели так сложно решить, что деньги, ну, принадлежат деньги, в конце концов, ну, ладно, хорошо. Да, нам накручивают, накручивают и накручивают с помощью каких-то, а может так, а может сяк, да, ну, заодно нам развели, как бы, области, такие, да, область взаимоотношений, условно, назовем их в кавычках, административными, да, запреты разрешения, и область имущественную нам развели, да, штрафы, там, и наказания, тоже отдельно от области, так сказать, финансовой, тоже их разделили между собой, нам обозначили разные, так сказать, стадии взросления этой самой девушки, да, есть девушка уже совсем взрослая, есть девушка, так сказать, юная, есть девушка маленькая, и каким-то чудесным образом вдруг вернулись к этому самому ябаму, да, то есть вот этому человеку, который, то есть к теме левератного брака, который у нас возникло, собственно говоря, да, не так давно она возникла, сейчас она, сейчас она возникла снова, и в том числе и белом здесь появился, да, то есть этот самый нееврейский, нееврейский пророк. Если мы на минутку, да, это очень сложно сделать в данном клубочке, да, но на минутку все-таки попробуем вспомнить про метафорику, о которой мы говорили в самом начале, да, то здесь, здесь у нас, ну, как бы очень путанное, правда же, то есть если говорить про народ Израиля и Бога, да, как имеющих такого рода взаимоотношения, то у нас проблема возникнет какого рода? У нас проблема возникнет такого рода, что у нас одна метафорика будет накладываться на другую, ведь на самом деле народ Израиля, он не только невеста Бога, правда, народ Израиля еще и дитя Бога, девушка или юноша, ну, в любом случае, дитя, да, и вот это слово народ, оно здесь очень важное, почему? Потому что на это, собственно говоря, у нас уже был намек, да, потому что в пророческой литературе, когда речь заходит о контакте между Богом и народом Израиля, Бог Израиля, всегда себя называя мужем, говорит о том, что вспомни дни юности своей, дни юности, это, собственно, исход из Египта и приближение к дарованию Торы, если дарование Торы можно рассматривать, предположим, как купа. И тогда получается, что вот этот весь такой сложный клубок, он как бы говорит о перехлёсте, да, перехлёсте двух метафорических полей, так бы я сказал, да, то есть Бог может выступать как отец, и он же может выступать как муж, то есть он на самом деле играет роль, ну, вот этого двойного субъекта, он как бы раздваивается, если говорить, если считать, можно, можно, считать, что здесь метафорика пропадает, и нет никакой метафорики, если речь идёт о разбирательстве, как бы между конкретным, да, конкретным разбирательстве и житейских каких-то вопросов, но ощущение, что это разбирательство житейских вопросов, нет, потому что житейские вопросы, или юридические вопросы, да, их можно было решить гораздо проще, вот эти навороты, такого странного рода экзогетических приёмов, да, буква «Ют» лишняя, «АИН», смотри внимательно, там, и так далее, да, они говорят о том, что, ну, маловероятно, да, что таким вот сложнейшим образом нужно извлечь, в общем, достаточно простую вещь относительно того, кому же, собственно говоря, принадлежат деньги, деньги принадлежат девушке, или деньги принадлежат отцу. Но если говорить вот об этой раздвоенности, и эта раздвоенность, сейчас у нас добавился пророк Билам, то есть, по сути дела, добавились в каком-то смысле, добавились ещё и другие народы, которые, вообще-то говоря, другие народы тоже являются потенциальной девушкой, да, которая могла бы, так сказать, стать наречённой Богом. Ну, и об этом, собственно, говорят, тоже пророки, да, про то, что бросил меня, взял другую, потом вернул меня, и так далее. Помимо этого, есть ещё и третий аспект, какой? Раб и господин. То есть, здесь раб и господин, который я недаром этот самый контекст демонстрировал вам, да, давайте мы вернёмся на минутку ещё раз, да, то есть у нас, по сути дела, вот этот блок писания, который толкуется здесь, да, это один блок, вот этот, он на самом деле говорит о взаимоотношении господин и раб. а этот фрагмент, он говорит о одновременно отношении муж-жена и отец-дочь. И вот это отношение в книге Бамидбар, оно связано с афаратной дарим, то есть с отменой обетов, то есть то, что я условно назвал административным, разрешено, запрещено, то есть кто имеет право разрешать или запрещать муж и отец. Здесь речь идёт о большей степени имущественных каких-то взаимоотношениях, эти имущественные взаимоотношения, они связаны с взаимоотношением не купли-продажи в каком-то смысле, да, эта купля-продажа, она проецируется на отношение господин раб, да, то есть в имущественных отношениях может получиться так, что кто-то окажется зависимым от другого вот в силу того, что он обнищал там и так далее, да, и он окажется, собственно говоря, этим самым рабом. Давайте заметим здесь вот этот момент, значит, который вроде бы здесь вообще не упоминается пока, по крайней мере, у нас возникнет позже, значит, если купишь раба и вреешь, если пусть служит тебе, в седьмой год выходит на свободу, даром, смотрите, даром, да, так же, как и девушка, даром, там, правда, нет слова, нет, без денег там нет, если он пришёл один, пусть он и выйдет, если он женатый, то пусть выйдет с ним и жена его, если господин его даст ему жену, и она родит ему сыновей или дочерей, то жена и дети её останутся у господина, а он уходит один, то есть если господин его женил, не знаю, если у него есть какая-то рабыня, да, и он эту рабыню ему выдал в жёны, а его срок, так сказать, его рабство кончился, он должен быть, шесть лет служил, а он говорит, ну, если раб скажет, люблю господина моего, жену мою, детей моих, то есть не хочу, что я не хочу оставлять жену, детей, лучше уж я буду рабом, не пойду на волю, то пусть приведут вот этот господин его с судьями и подведут его к двери и косяку и проколют ему господин его ухо шилом и будет он служить ему во век, все это некое, как бы, вечное рабство, да, то есть, по сути дела, вот эти взаимоотношения имущественные, которые заканчивают, могут превратиться в отношения господин и раб, потенциально имеют и вот такое вот, так сказать, вечное рабство тоже. ну, я остановлюсь сейчас, да, то есть я просто, чтобы немножко нас освежить, потому что видим, что вот эта карусель, которую здесь Таумут нам устроил, она кажется, ну, какой-то очень-очень странной и долгой, да, и непонятной и так далее. И я просто хотел освежить это впечатление тем, что мы видим, как вовлекаются разного рода аспекты, да, то есть вот эти разного рода аспекты, они вовлекаются в комплекс каких-то взаимоотношений. В том числе, например, взаимоотношения, которые связаны с вот этим самым ливератным браком, да, то есть что такое ливератный брак, мы говорили, это тогда, когда у меня нет, у женщины, да, нет потомства, и, значит, ее родственник, родственник ее мужа должен взять ее в жены. И снова я напомню, да, мы уже об этом говорили, что по сути дела сама вот эта тематика, да, она определенным образом связывается в еврейской традиции с дарованием Торы, да, то есть книга Руд, которую вскоре будем читать на праздник Живо, Боас, который является вот этим самым Явамом, да, который должен взять Руд в жены, и Руд, которая вроде бы является народом Израиля. Оказывается, значит, вот этой бездетной женщиной, которую, собственно говоря, Бог и берет в жены или избавляет, потому что, на самом деле, то, что делает вот этот самый Явам в отношении женщины, которую он берет в жены, называется словом Геула. Геула – это избавление, то есть вот этот Боас, он Гоэль, то есть он избавитель, и вот эта избавляющая функция, она является функцией как бы воскрешения семени, так можно было бы сказать, потому что, собственно говоря, Гоэль, он что делает? Он восстанавливает семя того, кто погиб, в каком смысле он осуществляет вот это самое воскрешение. Ну и вот этот аспект, мы видим, что он настойчивым образом тоже сюда притягивается, притягивается вот к этому обсуждению довольно долгому и довольно нудному, но мы практически эту субью более-менее закончили, здесь осталась еще маленькая деталька, давайте мы оставим этот самый комплекс пока, чтобы он у нас как-то уложился, в следующий раз его закончим и начнем новую субью. Здесь, Марио было в чате, Илья говорил, да, отсутствие менструации, имелось в виду, видимо, Иланит, да, вот эта женщина, которая не способна забеременеть, да, она скоро у нас появится, да, в том числе, полгода, пограничное состояние, да, мы к этому будем возвращаться, скорее всего, да, то есть это такое, как бы, тема, которая во всем разделе, в трактате даже во всем разделе на ШИМ, все трактаты раздела на ШИМ, они имеют дело вот с этим тоже довольно странным моментом, да, вот это полугодичное, такое промежуточное как бы состояние, которое называется юность на орут. ну хорошо, давайте сейчас остановимся пока, хотя мы не дочитали буквально абзац, но этот абзац мы прочитаем в следующий раз и обсудим еще раз вот этот клубок мотивов, которые у нас возникают. спасибо. Спасибо. Да, пожалуйста, счастливо. Спасибо большое. Да, до свидания. Пока. Спасибо. Пока.